Радио Болтком Добрый день, еще раз говорим всем нашим слушателям, слушателям Радио Болтком, Олег Пеков в студии. Начинается программа «Климат-контроль» и с нами на прямой связи ученый, морской геолог, журналист, пишущий о науке Константин Рангс. Здравствуйте, Константин. Добрый день. Вот второй, вот мы уже с Александром Шуниным говорили о том, что теперь можно летоисчисление, как во времена французской революции шло, второй день локдауна у нас, значит, вот от этого будем летоисчисляться. И вчера вечером, вот, конечно, было самое интересное наблюдать, высовываясь из окна, что творится. То есть улицы непривычно пустые после восьми вечера. И что самое интересное, конечно, в доме напротив горят огни, все окошечки светятся, потому что все сидят дома, всем, ну, времена темные. Темные, в смысле, я имею в виду время суток, хотя и в другом смысле, наверное, тоже можно сказать так. Ну, и все, естественно, чем-то занимаются, что-то делают, и поэтому я думаю, что ведь и напряжение на электросети, наверное, повысилось, если все по домам сидят, жгут электричество, что-то делают и занимаются. Как вырастут, интересно, и счета вот за этот месяц у граждан? Ну, счета и так, и так растут. Я вот тут посмотрел, цены-то поднимаются, поглядел счета за последние месяцы, так что, собственно говоря, они выросли в более чем два с половиной раза, да, вот то, что вот у меня есть. Поэтому удивляться не приходится. Надо сказать, что сидя по домам, с одной стороны, вроде бы, больше электричества, но это дома мы больше электричества сожгем. В офисах-то, конечно, эффективнее свет расходуется, но тем, с другой стороны, у нас уже в большой степени завершен переход на новые энергосберегающие лампы, к ним уже как-то привыкли. И поэтому я не думаю, что каждая конкретная семья увеличит потребление за счет освещения. А вот за счет отопления может быть, потому что ради экономии, знаю, что далеко не все вот эти жилищные хозяйства, вот эти, они стали утопить, как скажем, в полную мощность. Тем более, видите, как погода скачет. Вот сейчас идет очередной циклон, как раз вот фронтальная его часть принесла тепло. Вчера 16 градусов было, ну это вообще замечательно. А сегодня, правда, будет похуже, и об этом, кстати, уже говорили, что сегодня усилится ветер, ветер, направление ветра сменится, и поэтому возможны нагоны, вот, подтопление. Поэтому надо сегодня к вечеру, уже даже скоро к вечеру, к обеду, нужно быть максимально аккуратным. Не ходить там, где всевозможные билборды висят, и вообще в ветреную погоду лучше особенно не ходить. Тут как раз и локдаун ко времени, очень удобно, да. То есть, когда наступит пик ветра, то вроде к этому моменту уже все будут сидеть по домам к 8 часам вечера, вот, и будет хорошо. Главное, еще машину в нужное место поставить, так что надо к этому привыкать. Когда вот говорят про локдаун, я сразу хочу сказать, что ведь на самом деле локдаун-то это у нас, вот, нас вызывает шок такой. А представьте себе, чтобы если у нас, вот, допустим, посреди Рижского залива, на место острова Роню, был бы вулкан Роню, который бы периодически извергался. У нас периодически выпадал бы пепел, и по этой причине у нас бы объявляли бы локдаун, потому что нельзя на улицу выходить из-за пепла, пепла, дыма, ядовитых газов. Мы бы к этому привыкли, уже бы поколениями привыкли, что все, ветер с севера подул, значит, окна герметично закрываем, сидим дома, ждем, когда ветер переменится, и можно будет подышать. Так что весь вопрос-то заключается именно в природных условиях, у нас они весьма комфортны. А есть места на земле, где людям приходится, как сказать, сожительствовать с такими силами природы, когда нужно все заколачивать, закрывать, вот, и сидеть, сидеть день, два, три. И мы уже много раз говорили, что, например, в американских рекомендациях финского МЧС, который называется ФЭМА, прямо написано, имейте дома пятидневный запас. Потому что если уж что-то серьезное произошло, то никто вам помочь-то не сможет, потому что те же пожарные, медики, другие спасатели, ваши местные, локальные, они же тоже будут в таком же тяжелом положении, как и вы. И помогать они вам не смогут. Поэтому, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А у нас, к сожалению, очень распространено такое, знаете, потребительское отношение о том, что вот почему мне не привезли, почему мне то не дали, это не дали. У американцев проще. Help yourself. Помогай себе сам, голубчик. Мы тебя предупредили. Там даже инструкции есть о том, что не надо забывать запастись, иметь дома нужно пятидневный запас. Ну, где тревдневный, где-то пятидневный, в разных местах немножко по-разному. Запас не только для самого себя лекарств, воды, еды, но и для своих котов и собачек. То есть кот и собачек тоже живые существа, тоже люди наши, братья. В генетическом смысле абсолютно. По этой причине мы должны о них заботиться. Значит, и о них нужно заботиться. Иметь специальный шкафчик в квартире или в доме надо, где все должно стоять. Вот эти вот, условно говоря, пять бутылей, вот этих вот больших, пятилитровых, продукты, консервы для себя, для кошки, лекарства на отдельной полочке, которые периодически обновлять. Кстати, составлять списочек, что в этом месяце вот эти вот консервы я съем, а вот новые на их место куплю. Кажется, что это ерунда какая, нет нормальной жизни. Ну, а для других людей это нормальная жизнь. Вот, например, на аллее торнадо в США. Кто скажет, что они ненормально живут? Нормально живут, но они привыкают постоянно. Радио включили. О, идет торнадо, все, ячейка грозовая образовалась. Все быстренько под землю, в подвал. Вот, можно посмотреть хорошие художественные фильмы. Например, еще помню вот этот «Твистер», «Смерч». Да, было. Вот, и он в свое время очень большую пользу сделал, потому что он не просто, как скажем, художественный фильм, там, про любовь ученых, туда-сюда. Он еще и про особенности вот этого природного образования. Люди очень любят образовываться, играя. Мы все дети по большому счету. Сегодня, кстати, день рождения режиссера этого фильма, Яна Дебонта, который снял картину. Молодец, хорошее кино снял. Вот, мне иногда кажется, что, несмотря на кучу вот таких вот всевозможных природных катаклизмов, у нас все-таки мало фильмов художественных, которые бы в хорошей игровой художественной форме рассказали бы нам о том, что происходит. Понимаете, вот, допустим, есть был фильм, помнится, вот «Пик Данте», например. Да. «Пик Данте» основан на совершенно реальной ситуации. Это взрыв вулкана Сент-Хелленс. И, кстати, нужно заметить, что при взрыве этого вулкана там же совершенно драматическая ситуация. Там один научный фотограф был, который понял, он фотографировал и увидел, как развивается вот этот оползень, превратившийся в гигантскую пирокластическую тучу температурой в сотни градусов. Она движется со скоростью гоночного автомобиля, гоночного болида, убежать нельзя. Он понял, что он никуда не убежит. И поэтому он стал, как бешеный, фотографировать вот эти кадры, как развивается ситуация. И когда уже туча, он понял, что все, она скоро будет, он ее спрятал, замотал, спрятал в рюкзак, спрятал на животе и сам втиснулся в расщелину. Он знал, что он сгорит. Ну, фактически сварится. Да, или там, вот. Потом засохнет. Но он хотел сохранить пленки. И ему это удалось. Когда его останки выколопали, нашли фотоаппарат, пленка сохранилась. И вот эти кадры, которые он спас, они и сделал перед гибелью, они позволили представить себе, как развивается процесс. Ведь никто же раньше такого не имел, таких фотографий. Ну, совершенно драматическая ситуация. Надо сказать, что достойное, как мне кажется, хорошего кино. Ну, и надо сказать, что Пик Данте тоже хороший фильм, который показал о том, что никакая вера в то, что тебе могут помочь, она не действует в чрезвычайной ситуации. Ну, или, например, интересный тоже был фильм «Вулкан». Который вышел в тот же год, да. У них сразу два фильма было на одну тему. У японцев фильмы про цунами. В свое время был замечательный фильм, его даже два раза снимали. «Гибель Японии». Это тоже в известной мире геологически, ну, он не совсем правдив, да. Мы видим по-другому сейчас ситуацию с судьбой Японии. Но дело-то не в том. Дело все в том, что сами вот тут же поведение людей, к чему все может прийти, показано. Приказано очень натурально. И ведь, как мы видим, что самая главная эта проблема японцы снимали для себя. И они показали проблему своей бюрократии национальной, которая до последнего момента готова закрывать глаза на грядущую опасность. Вот это важнейший момент. У нас сейчас сидят люди, вы смотрите, в социальных сетях, и все переживают. Ну вот ввели локдаун, что нельзя было раньше об этом сообщить, к этому подготовиться. Вот летом было все тихо, вот сидели бы, готовились. Ну сколько раз мы уже говорили, бюрократия не способна думать о том, что происходит через какое-то время. Тем более, если, как вот у нас, бюрократия тесно связана с политическими партиями. Вот не случайно, вот тоже вот предложение господина Бордонса, чтобы армия начинала, так скажем, заниматься этим делом. И с одной стороны, некоторых это шокирует. А, военщина, сапоги, там все, пятое-десятое. А с другой стороны, в словах господина Бордонса, хотя, как говорится, я придерживаюсь других политических взглядов, чем он. Но дело-то не в этом. Вот я почему хочу сказать, что при всем при том, это очень, мне кажется, здравая мысль. Почему? Потому что, как-никак, но армия напрямую от политических, так скажем, перемен в Сейме не зависит. Там, конечно, всегда есть, мы все люди, да, и есть симпатия, антипатия, но это не означает, что тогда чуть ли не весь офицерский состав будут менять и набирать из представителей своей партии. Так ведь? А ведь это очень важно. Это важно, что сейчас военные могут принимать решения, как-то действовать, не оглядываясь на грядущие выборы. А вот политики у нас и чиновники так действовать не могут, потому что в следующий год год выборов, и если ты сейчас, как говорится, опростоволосишься, то тогда, как скажем, меньше, чем через год, через год избиратели тебе это могут и припомнить. А ведь ситуация очень сложная. Тут главное, вот объявишь раньше локдаун, все возмутятся, что привело это к экономическим каким-то ударам, последствиям. Объявишь слишком поздно локдаун, но обвинят, что ты виновен в смерти людей, которых можно было бы спасти, если бы ты это все сделал раньше. То есть, вот как пройти вот это между Сциллой и Харибдой? Ну, тут варианты, в принципе, вариант следующий, что исполнительное разделение властей, оно на то и придумано, как разделение властей. Депутаты должны придумывать законы, они там должны сидеть, это как бы народные заступники, по идее. То есть, они должны постоянно общаться с народом, слушать избирателей, ну так, в идее. А чиновники, они должны выполнять и работать. И чиновник не должен трястись, например, что вот сейчас произойдет перевыборы, пройдут новые выборы, и теперь в нашем, условно говоря, комитете, условном, поменяется все руководство, и все, и теперь будут новые взгляды. Вот, я это просто, как понимаю, со стороны туризма, вот в области туризма, все-таки вот, ну это комедия, но прошу прощения, когда у страны за 20 лет, по-моему, 4 раза меняется туристический слоган. Ну, это же мы говорили про это. То мы страна, которая поет, то потом мы становимся страна тихого отдыха. Вот, слушайте, хорошо, тихий отдых, замечательно. Кстати, вот я в Финляндии находился, и финны понимали, что такое страна тихого отдыха. Они понимали, что в эту страну лучше всего ехать пенсионерам. Кстати, пенсионеров в Европе становится все больше и больше, если эту линию надо было бы педалировать, по идее-то. Но нет, нет, потом пришло новое, сейчас у нас опять какой-то новый лозунг, да? Вот, дальше начинает очень важный вопрос. Если каждый раз все это по-новому, так и хочется сказать, вы уж определитесь, что вы. Вот, вы кого-то притягиваете, вы тут поете, или наоборот, тихий отдых у вас. Как соотносится тихий отдых и пение? Ну, я хочу вот как бы сказать защиту, что не только в Латвии это проблема, то есть в Шотландии что же, там долго решили вдруг сменить вот этот слоган, и в результате долго-долго думали, потратили 100 тысяч евро и придумали добро пожаловать в Шотландию. Ну, то есть это вот сами шотландцы были жутко возмущены тем, что куда потрачены деньги, и почему вот такой как бы банальный совершенно лозунг за такие деньги был предложен. Смотри, я хочу сказать, что шотландцы известны из кряги 100 тысяч это копейки, у нас бы потратили больше, и как я понимаю, у нас больше тратят, ну вот, на всякие такие интересные проекты, но вот как раз в этом-то и проблема, что, и почему нужно вспомнить про армию, да потому что, а кто может что-то делать, не думая о том, как пройдут выборы, вот, и что, как говорится, тебя снимут с должности. Ну, по счастью-то опять получается. Кстати, хочу обратить внимание, что военная структура МЧС в России, да, появилась тоже не случайно военной, по военной схеме, потому что вот такая система, она четко выстраивает, кто кому, как командует. Это мало того, что это структура, которая всегда готова и которую можно поднять, что называется, по сигналу в ружье. Я это очень хорошо знаю, я был связан с этой, с катастрофой, был в той группе, которая предсказывала катастрофу, а именно катастрофическое землетрясение в Нефтегорске в 1995 году. И, кстати, именно тогда многие вещи проявились, именно тогда взошла звезда Шойгу. И надо заметить, что это очень важная вещь, когда поняли, что действовать во всех чрезвычайных ситуациях просто так в гражданской системе очень трудно. Потому что именно система военизированная, тут вопрос не в войне, не в стрельбе, а вопрос в организации действий. Когда вы точно знаете, что у вас под началом, условно говоря, 3242 человека. И все эти 3242 человека в течение трех часов могут оказаться в своих, ну, в положении, в расположении части. Известно, сколько у них аппаратов, изолирующих противогазов, простых противогазов, сколько собак поисковых. Понимаете, это все должно быть сразу. Сколько коек мы можем развернуть в палатках, сколько обогреваемых, сколько не обогреваемых. То есть структура очень важна. И эта структура должна действовать сразу. И не будут эти командиры и врачи думать о том, что произойдет, что скажут там общественного мнения. Всегда население недовольно неудобствами. К этому нужно привыкать. Но дело все в том, что когда существует вопрос выборов и грядущих выборов, и опасности потерять свое место, то тогда нету действия. Нету вот этого действия без оглядки на эти процедуры. То есть речь-то ни о каком не о тоталитаризме, с чем часто путают организацию. Такую жесткую организацию. Тут вопрос в деятельности. Мне в этом смысле, опять же, нравится, что в той же самой Финляндии, например, да, политики принимают решения. Но когда они принимают решения, то уже действует дальше четко отработанный механизм. Хотя во время ковида оказалась тоже очень интересная ситуация. Выяснилось, что многие решения и действия сделать нельзя, потому что нету юридической законодательной базы. А поэтому это означает, что парламентарии должны собраться, прийти к консенсусу, должны принять решения. А когда они приняли решение, ситуация может опять поменяться. И дальше вот что делать? То есть получается, что в условиях чрезвычайной ситуации, вот когда действительно, то естественно нужно каким-то образом упрощать управление на период этой ситуации. Но тогда всегда есть опасение, что тот, кто возьмет эту ситуацию в свои руки и сможет с ней справиться, у него появится соблазн не отдавать эту власть. Вот в чем дело. Успешный генерал может оказаться интереснее общественности, чем сидящие парламентарии. Но это как в древнем Риме через реку Рубикон, которая должна была распустить всю свою армию и приехать уже без армии военачальник. Ну вот в чем-то и дело. Надо сказать, что и поближе можно вспомнить тот же самый Наполеон Бонапарт. И тем уж на руках носили. Он же не то, что он там заставил французов железной рукой признать, вот я Наполеон. Да его любила Франция, потому что он был генерал побед. Нет. И вот в этом есть своя, как говорится, своя уязвимость. Поэтому можно сказать так, наверное, что идеальных вариантов нет. Вот, к сожалению, нет. Вот такая жизнь, правда жизни. И поэтому, естественно, что очень нужен гражданский контроль. Но с другой стороны наступают, вот бывают такие моменты, когда пусть это будут не генералы, пусть кто-то еще, но может быть нужно давать какой-то иммунитет от переизбрания этим народным избранникам, чтобы они принимали решение быстро и исходя из потребностей момента. Не переживая, что ах, возьмут нас и не переизберут. Они же переживают. И мало того, что они переживают, переживают и чиновники все, которые от них зависят. Ведь у нас же как? Новые выборы, новое правительство, которое выделяется партиями, а дальше начинается партийная переустановка. Ну ладно, простого клерка там не меняют. Но все равно наверху-то происходит изменение. Это напрягает. Поэтому да. Нужно, собственно говоря, тут в таких условиях нужно самому думать о том, что эти, как вот мы говорили, спасать надо самого себя. А условия у нас сейчас, как мы видим, сложные. Кроме локдауна, у нас еще и экономический кризис. Тут идеальный шторм, можно сказать, совпало. И еще рост цен на энергоносители. Вот если у нас действительно к нам придет еще настоящий шторм, и рухнут линии электропередач, и возникнет необходимость вывести на улицы людей, вести ремонтные работы, а тут у нас локдаун, и тут такая заболеваемость, вот тогда это будет действительно очень грустно. Поэтому то, что сейчас происходит, это еще далеко не самое худшее, что нас может ожидать. Поэтому надо понимать, как бы в подкорке задумываться о том, что если вы думаете, что будет лучше, эта ошибка будет хуже. Это, в крайнем случае, так же плохо, как говорил один мой наставник почти 40 лет тому назад. Вот, понимаете, это очень такая ситуация. Посмотрите, сейчас как с энергетикой. Казалось бы, ну вот там, ну Россия поставляет столько газа, сколько у нее купили под долгосрочным контрактом. Возникает вопрос, а почему она не поставляет больше? А дальше возникает другой вопрос. Господа, в августе, когда произошел пожар на заводе по подготовке газа в Сибири, сколько людей радовалось этому, злорадствовало. Ох, у русских там долбанулось все, вот не могут продавать, газ поставлять. Типа того, что нам-то не надо, у нас ветряки. А потом взял, наступил штиль в Европе. И ветряки так вот едва шевелят лопастями, если вообще шевелят. Потом вроде бы начала дуть шторм. Надо ветряки флюгровать, иначе их свалит. А потом опять штиль. Электричество меньше, облака в тучках. Где брать электричество? Ну, в принципе, если бы не порушили бы атомную энергетику, тогда бы, понятное дело, атомные электростанции. А тут получается, что атомных электростанций немцы вообще пошли к этому в каком-то совершенно жутком варианте. Причем самое интересное, во многих странах Европы вот это понять не могут никак. Всем уже давно известно, что атомная станция безопасна, пока ее хорошо обслуживают. Чернобыль — это пример того, как нельзя пользоваться сложной техникой, подгоняя там все исследования под требования, и ускоряя, давай-давай к первому маю, покажем там, и все такое прочее. А вариант Фукусимы — это более старая ошибка, это про то, как нельзя проектировать атомную станцию, не рассматривая все плохие реальные ситуации. Ведь там же все произошло потому, что цунами, высота цунами, оказалась всего лишь на несколько метров выше высоты защитной стенки на берегу моря. А генераторы аварийные, которые должны были отключить реакторы, они стояли не наверху, защищенные от волны, а стояли внизу. То есть волна их залила, они отключились, и уже нельзя было отключить реакторы. То есть это ошибка проектирования, но это же электростанция крайне старая, Фукусима-то, комплекс. По этой причине, вот, да, понятно, вот на ошибках учимся, в очень жестких ошибках. Но сейчас уже появились гораздо лучшие решения с защитой на дурака. Мало того, новые появляются реакторы, которых вообще ничего, про сути дела, человеку регулировать не надо. Ну, типа, как такая большая атомная батарейка размером с цистерн. Вот ее поставили, подключили, вот она работает, все, не трогай. Если ты что-то там сломаешь, неправильно сделаешь, то этот реактор просто потухнет. Ну, а ты будешь платить за замену батареи. Есть такие решения. Вот наши соседи, эстонцы, уже передавали, что они думают о установке таких американских цистерн-реакторов, атомных батареек, да, вместо своих вот этих чадящих электростанций. А что сейчас получается? Сейчас получается, чтобы запитать электросеть, им приходится увеличивать производство электричества на своих чадящих сланцевых теплоэлектростанциях. Ведь они же горючими сланцами топят, прошу прощения. И вот это, конечно, а им приходится еще учитывать все эти экологические нюансы, да. То есть выяснилось, что нужно запускать угольные станции. Поднялись цены на газ? Но ведь газ-то идет не только на отопление в Европе. Его же поджирает химическая промышленность, потому что из газа делают удобрения. В принципе, таблетки от головной боли тоже делают из нефти и газа. Не стоит это забывать. Из угля, например. Но нет удобрений, поднимаясь, многие заводы по производству удобрений не в силах покупать такой дорогущий газ. И они, им же обещали, что он будет дешевый. Дальше что получается? Получается очень грустная ситуация. В Китае то же самое. Сейчас возник дефицит газа. Дефицит газа, дефицит электричества. Надо уголь. Начинают усиливать уголь. Вообще китайцы, собственно говоря, сейчас тоже в тяжелой ситуации. Им приходится опять запускать угольные станции. Растет покупка угля на Дальнем Востоке в России. Например, угольщики потирают ручки. Потому что газа, его, как говорится, много не бывает. Но его реально есть столько, сколько есть. Может дать трубопровод или смогут привезти. Цены на Юго-Восточную Азию из-за потребностей Китая и других населеннейших стран очень высокие. Туда идут корабли. Американцы свой сжиженный газ, вот этот сланцевый газ, быстренько гонят тоже туда в Азию, потому что там цены выше, чем в Европе. И все. Получается очень интересная ситуация, что нету никакого вот этого драйвера, который цены будет снижать. А дорогой газ, недостаток его, недостаток удобрений, это значит, к следующему сезону будет мало удобрений. А наше производство дешевых продуктов целиком на удобрениях поставлено. Что ж тут-то делать? То есть можно ожидать, что сегодняшний кризис с отоплением, с энергоэнергией аукнется нам в следующем летом в виде кризиса продовольствия. Ну, кризиса не кризиса, но повышение цен. И вот это... А теперь уже особых надежд на то, что к следующему лету окончательно мы победим ковид, по-моему, есть только у самых записных оптимистов. Потому что, судя по всему, не будет никакого такого... Ну, ладно, вот мы сейчас к зиме ну, подтянем количество этих самых привитых. Вот как в Финляндии. У них уже 80%. Но все равно есть рост, уже опять пошел рост заболеваемости. Поэтому можно предположить следующее, что нам будет... И уже сейчас у них гораздо активнее, чем у нас, идет удар третьей дозой. То есть, третья вакцина... Третья вакцина... Ревакцинация, по сути дела, поддерживающая. А тут и грипп надо, между прочим, от гриппа вакцинироваться. Значит, заводы будут работать, производить все эти вакцины, дальше мы будем вакцинироваться, наступит весна. Весной будет, на Вольн-Тепаль, может быть, полегче какой-то период, а потом придется опять же население все эти сотни миллионов покрывать вакцинами. К чему мы придем? Так вот, надо сказать, что сейчас как раз уже вот этим летом надо было думать вовсю, и тем более эксперты и наши, латвийские же, если вот так вот, нетрудно посмотреть, что говорили летом. О том, что нужно готовиться, нужно понимать, что такая может быть ситуация. Ведь с моей точки зрения гораздо, ну, допустим, эффективнее на 2-3 недели сделать полный тотальный локдаун. Полный тотальный локдаун. Ну, 2-3 недели. Чтобы потом перехватить вот эту вот кривую роста заболеваемости и таким образом следующие условно говоря 49 недель года, да, чтобы они были более-менее нормальными, чтобы работали такие отрасли, как туризм у нас, он же у нас фактически уже придушили его, все. Да, вот говорят, можно улетать за границу. Ну, вот те, у кого есть деньги и нет необходимости быть привязанными, они могут улететь за границу. А те, у которых есть здесь бизнесы какие-то, которые как-никак нужно следить, так они особо-то и не улетят. Предполагается, что пенсионеры в массовом порядке улетят куда-нибудь на юг. Сомнительно. Насколько есть теория, что все-таки не закончится эпидемия, пока не переболеют все, то есть, ну, вот убежать не удастся от этого вируса и только когда, ну, как пожар заканчивается, когда выгорел лес тотально, так же и вот этот ресурс вируса закончится, когда последний человек им переболеет и уже выработает иммунитет. А беда-то вся в том, что, как показал опыт, человек может болеть по несколько раз, вирус модифицируется. Это же очень важная вещь, которую нужно понять. Дело все в том, что когда еще, даже вот эти возьмем, уйдем в глубины, 600 миллионов лет назад стали активно развиваться многоклеточные организмы, уже тогда вирусы стали их атаковать, потому что они на многоклеточном организме паразитируют. Они вообще на любом организме живом паразитируют. Они же сами не могут жить. Это же фактически репликатор, которому нужно присосаться к живому, чтобы потом за счет вот этого содержимого живой клетки выстроить опять и себя размножить. эта машина без как говорится безжалостная но и бездушная без каких-либо вообще вещей соображения. Она полуживая и сейчас даже до сих пор не могут сказать это живое или неживое. Это репликанты. И вот эти репликанты они постоянно мутируют, потому что у них нет защиты от мутаций. И конечно большая их часть гибнет, но те, которые остались они начинают активно размножаться. И вот все наши предки, а наши предки и вот эти вот древние рыбы и вот которые вышли на четырех ногах на сушу и дышали ушами они это все наши предки поэтому любой котик или любая мышь или тигр или слон это наши генетические родственники. Так вот мы все за время эволюции все время отрабатывали механизм защиты но как отрабатывали? Эти вирусы убивали значительную часть популяции потому что они не думают о своем будущем они могут только размножаться если в организме нет защиты против этого появившегося появившегося вируса то эти организмы вымирают и мы знаем что были масса примеров когда ни с того ни с сего вдруг исчезали вполне процветающие виды они просто сдались под напором вирусов вот вирусы тоже гибли но когда получалась ситуация какого-то может быть взаимодействия или симбиоза или хотя бы нейтрального существования то вот тогда получалось что иммунитет как бы вот эту инфекцию выработал иммунитет выработал то есть надо говорить что у нас не один какой-то иммунитет а у нас это целая бесконечная система защиты мы с каждым своим вдохом вдыхаем вирусы которые для инопланетного существа были бы смертельны потому что у них нету иммунитета против конкретных этих вирусов мы едим у нас в наших кишечниках водятся бактерии которым 3 миллиарда лет они извините отвечают за метеоризм вот они вот так вот и передаются они только делением вы подумайте вы часть из этих носителей в этой бесконечной цепочке и они действительно вирусы могут выбить даже большую часть человечества и варианта 2 либо человеческую человеку эволюция дала мозги чтобы научиться защищаться от этих вирусов и тогда выжить либо оно должно не просто переболеть оно должно в значительной мере вымреть а вот оставшиеся мутанты потому что мутанты среди нас постоянно появляются с каждым новым разочатием в оставшиеся мутанты вот эти мутанты смогут быть устойчивыми к новым вирусам но потом появятся новые вирусы и уже их дети будут решать эту проблему поэтому мне кажется что сейчас надеяться на то что сейчас придет еще все переболели и наступит благоденствие не приходится ох на этой ноте тревожной закончить мы должны программу климат-контроль константин рангс и до следующей пятницы спасибо до свидания всего доброго до свидания вы слушаете радио болткома